Доброе утро, уважаемые телезрители! Сейчас у нас опять алкогольная тема, мы ее продолжаем и затронем определенные деликатные аспекты. Дело в том, что в процессе употребления, а еще хуже, в процессе злоупотребления алкоголем, часто, часто происходят незапланированные половые контакты. Более того, не только критерии к партнеру снижаются, снижается даже устойчивость организма к тем или иным возбудителям, ведь переспать это еще не повод, что называется, заразиться. Вот с этими вопросами мы обратимся к Александру Ильичу Зайченко. Здравствуйте, Александр Ильич. Добрый вам, профессор кафедры дерматовенерологии. Вот, Александр Ильич, два аспекта, да, происходит, у меня сразу будет два блока вопросов. Это лекарства, как они влияют на метаболизм алкоголя и наоборот, и, собственно, происходит ли ситуация, когда употребление спиртного приводит к тому, что распространяется заболевание передающихся половым путем. Так, верно, шановные телеглядачи, это очень важное вопрос. И в контексте алкогольного спиртного 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 спирта, приводить до властивого блуду и, безумовно, под алкогольным спьянением, первое все, снижается критерий до подбора партнера, снижается всякая, можно сказать, небезпека. То есть некрасивых женщин не бывает, да? Да, ну так, бывает мало, но, собственно, из этих причин, и не только из этих причин, потому что алкоголь – это помощник для распространения генерических заболеваний. Правда, это не генерические заболевания, а заболевания, которые передаются степевым шляхом, их сейчас есть очень много, потому что урізноманитнили то задоволение степевыми и не традиционными способами. Так что мы должны правильно называть это как хворобы, что передаются степевым шляхом. В практике дерматовомеролога очень часто это происходит. Ну, бывает так, что приходит переляканный мужик после встречи, которая была вчера, и говорит, что я не помню, что было что-то, что не было. Но, во всяком случае, я прошу меня переверить, потому что при переверке переважно есть позитивные, его поболевания оправдываются. Ну, из практики еще можно назвать, можно назвать такий випадок, как человек, который закончил радиотехнический факультет политехники, был как обминник, как обминник учения, остался в областном центре, и его задача была освоить новую технику, то что до цифровой, но уже сучасную технику телефонного звезда. Той новой телефонный звезда передачал скорочение певных штатов, и до этого молодого специалиста было упереджение. И мы давали незаслуженность. Одним словом, мы его ображали на работе. И здесь были сборы, на которых он был страшно схвильованный и ображенный, и вышел из этого предприятия, где он працанавливал через дорогу. Напив? Напився. Напився. Випив первый раз в жизни шклянку горилки. Ну, 150 грамм длина питучего. Потом он себе не помнит, и десь он ишел. Позже он покинулся, глянул, где он находится, и кто около него. И вот страшно. И он заплакал. От радости. Он заплакал с горя и с того, что это все стало. Она его тогда облаяла, выгнала и плюнула, и он пошел в обреченность в службу додому. Сталося так, что та особа, с которой он перестал, она уже расшуковалась областным диспансером. Она была хвора, заражена сифилисом. И ее партнер, который первый появился сам и рассказал, кто она и что. В ней тоже не знал ни прозвища, ни адреса. Но, всякому разу, он ей сказал, если ты не прийдешь в диспансер, то я тебя заряжу. У тебя сифилис. Ты меня заразила сифилисом. А все от проклята горелка. У меня такое вопрос. Но это касается конца этой истории. Властливо отвечает на два вопроса, которые мы сегодня разговаривали. В общем-то, она, не знаючи всего человека, этого выпускника, она его шукает месяц по месту и находит. Взяла его за обслуживание, сказал, что так, я хвора сифилисом, ходил в диспансер. И отвела его, и он вековался. Он вековался по годинам, как инженер. Он каждые три часа стоял в черзе. Первый, чтобы через три часа ему были пеницидии. Помогло. Проходить три недели, у него появился твердый шанкер. И еще через три недели, под полем ликования, у него позитивная реакция возглавная позитивная. И еще через месяц у него прояви нейросифилиса. Не диняшись на те, что он ретельно ликовался, что он все выполнил, но алкогольное опьянение, по сути не опьянение, а отруянение, и привело до того, что настолько ослабился организм, что, звичайно, может банальная инфекция стала для него трагичной нервой. Такой бросил пить. Да, в итоге. Ну, на то, 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 на то. Похмелье рукой изнимая, житеву радость повертая. Всего доброго!